Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня я хочу вам показать, как отправлять письмо с помощью Python. Мы с вами возьмем Python и возьмем специальную библиотеку. Используя ее, мы с вами создадим наше первое письмо, которое сможем отправить одному или больше адресатам. Также я вам покажу, как добавить в это письмо какой-то файл, например, картинку, и тоже доставим его адресату. И этот файл, контент этого письма, мы с вами сможем красиво отобразить, используя HTML теги. HTML контент используют для форматирования контента вашего письма. Итак, на этом уроке вы научитесь отправлять письма, используя Python. Если вам нравятся такие уроки, вам нравится такой контент, то вы можете поддержать этот проект. Вы можете просто поделиться ссылкой на это видео в ваших социальных сетях. Это будет очень большой поддержкой этому проекту. Также вы можете поддержать этот проект материально. Специально для вас в описании к видео есть ссылка, перейдя по которой вы можете поддержать этот проект на любую сумму. Итак, давайте приступим. На этом уроке я решил сэкономить немножко ваше время и сразу покажу готовый код. Этот код можно оформить как функцию и вызывать ее уже просто каждый раз для отправки какой-то информации к вам на почту, либо на какую-нибудь другую почту. Итак, мы с вами будем использовать библиотеку SMTP-Lib. Вот она, эта библиотека. Модуль SMTP-Lib позволяет создавать такой объект клиентской сессии, который может быть использован для того, чтобы рассылать почту по интернет. Здесь есть очень много примеров. Все их можно посмотреть и ознакомиться. Специально для вас я создал такой пример, который позволит вам максимально задействовать эту библиотеку. То есть вы можете создать письмо и отправить его нескольким адресатам. Это довольно частая задача. Также в это письмо вы сможете вложить файл. Это тоже довольно частая задача. И контент вашего письма вы сможете оформить, используя HTML-теги, для того, чтобы ваше письмо выглядело красивым. Это тоже довольно частая и нужная задача. Вот он код. Этот код будет доступен по ссылочке в описании к видео. Итак, что нам с вами нужно? Нам необходимо вот столько библиотек. Первое. Переменная сервер. Содержит тот сервер SMTP, который делает рассылку письмом. Поэтому вам необходимо зайти, например, на ту площадку почтовую, где вы хотите создать свой e-mail для рассылок и там зарегистрироваться. Тем самым вы получите и название SMTP-сервера, ваш логин в качестве e-mail, и ваш пароль при регистрации. То есть вот эти три пункта обязательны. SMTP-сервер, где хочется ваша почта. Например, она находится у меня на mail.ru. И, конечно же, логин в качестве e-mail и пароль. Это запоминаем. SMTP, логин, пароль. Все. Дальше. Дальше формируется уже само наше письмо. Recipients. То есть здесь мы с вами в списке через запятую указываем тех пользователей, кому мы с вами будем высылать это письмо. Через запятую в апострофах. Дальше. Сендер. Это то, что будет отображаться, кто отослал это письмо. Я рекомендую использовать тот же e-mail, как и имя пользователя. Subject. Это тема сообщения. Та тема, которая будет показана в списке писем в почтовом ящике этих двух пользователей. сам юзер 1, mail.ru и сам юзер 2, gmail.com. Это наш текст. Это обрамление HTML. Окей, мы с вами сформировали нашу первую часть для рассылки писем. Вторая часть. Вот эта вот. Смотрите. Вот эта часть позволяет нам определить, какой файл мы с вами вложим в наше письмо. В данном случае это fish.png. Эта картинка лежит прямо здесь, в этой папочке. Вот она, fish.png. Здорово. Берем base name и размер файла. Дальше мы с вами формируем свое сообщение. Message. mcg. Видите, обратите внимание. Задаем mime, задаем subject, задаем from. Видите, будет указано python script и sender. Вот этот e-mail будет указан. Окей. Дальше to. Берем вот этот список и добавляем туда. Recipents. Вот он, список. Reply to. Sender. Будем указывать с вами вот этот e-mail. Sender. Return path тоже на sender. И x-mailer. Укажем, какую версию Python мы с вами здесь используем. Python version берем, используя вот эту библиотеку из платформ. Хорошо. Message мы с вами сформировали. Дальше. Мы с вами определяем контент нашего письма. Текст и html. Потом мы с вами вот в этой части формируем ту часть, которая добавляет файл. Смотрите. Именно вот этот кусочек, включая вот эту часть, у нас с вами формирует контент для нашего вложения. Мы с вами открываем файл. Вот этот файл path. Рыбку. Добавляем base name. И добавляем вот сюда, смотрите, размер файла. Потом энкодим наш файл. И его добавляем с помощью attach. mcg.touch. Так же, как мы с вами добавили текст и html. То есть, обратите внимание на вот этот момент. Дальше. Дальше самое основное. Создаем новый объект mail. Используя библиотеку smtplip по SSL обращаемся к нашему серверу. Вот он наш сервер. Смотрите. smtp.mail.ru. Дальше. Логинимся, используя юзер и паспорт. Юзер. Это вот этот наш логин. Вот он. И паспорт. Вот он наш пароль. После логина мы высылаем просто письмо. Обращаясь к нашему объекту mail. И send mail. Sender. Recipients. И message. А string. Как строка. То есть, вот эта команда, именно эта команда, отсылает письмо. Потом мы с вами выходим с этого сервера. Прерываем наше соединение. Ок. Если сейчас я нажму старт. Этот код не выполнится, потому что я здесь поменял мой пароль и поменял вот эти респиенты. Для того, чтобы у вас был готовый пример, который вы можете использовать уже в вашем рабочем окружении. Потому что пароль у меня другой, и почта у меня тоже немножко другая для этих целей. Так же, как и респиенты, здесь тоже указаны другие. Это те, кто получает письмо, а это ваш почтовый ящик с логином и паролем для того, чтобы рассылать от имени этого ящика письма вот этим людям. Ок, я вам покажу, что мне приходит в почту после выполнения вот этого кода. Ок, открываю Mail.ru. Вот они три письма, которые мне пришли. Давайте откроем последнее. Здорово. Обратите внимание, что здесь два поучателя. Кому? Мне и еще адрес на gmail.com. Сегодня во столько-то времени. От Python Script. Если мы с вами наведем мышку на Python Script, увидим подписанный e-mail. Пришла вот такая картинка. И вот такой текст. К этому тексту мы сейчас с вами доберемся. Этот текст содержит html-теги. То есть такое классное письмо пришло теперь мне на почту. Из Python. Смотрим теперь Gmail. Здесь также пришло три письма. И давайте мы с вами посмотрим последнее письмо. Также указано, кто отправитель. Например, Python Script. С какого e-mail. Кому. И я. Если нажмем сюда, то увидим подробную информацию. Тема сообщения. И текст сообщения. Также включена сюда картинка. Вот этот текст также отформатирован html-тегами. Здорово. То есть в Gmail мы с вами получили красивое письмо. И в Mail.ru мы с вами получили тоже красивое письмо. Теперь смотрите. Вот он текст, который пришел в письмо. Он именно так и выглядит. Вот это тег B. Это начало жирности текста. Bolt. И заканчивается жирность тегом slash B. Обратным тегом. То есть вот эта часть выделена жирным. Дальше идет какой-то текст. А потом уже идет тег h1. F пробел SD. Тег h1 закончился. И со следующей строки начинается печататься вот этот текст. Обратите внимание, что у нас с вами так и получилось. Вот это жирным. Это тег h1. А это началось со следующей строки. То есть, используя такие теги, вы можете сюда вставлять и таблички, и разукрашенные части табличек. И формировать ваш контент так, как будто бы это html страница. Как многие и делают, когда вы получаете какую-то рекламу к вам на почту. Окей, мы с вами рассмотрели все моменты. Этот код будет выложен по ссылке в описании к видео. Не забудьте, что вот эту часть вы должны поменять под себя. Например, здесь я использовал аккаунт, который зарегистрирован на Mail.ru. Если вы регистрируетесь, например, на Яндексе или на Google, то уже используйте их SMTP-сервера. Они будут указаны в описании в настройках вашего аккаунта. Также логин и пароль на вашу почту, которую вы зарегистрировали. Потому что именно под этой почтой будет происходить рассылка писем. Здесь указываем, конечно, кому мы с вами высылаем. И от кого. Тема, текст, смейли. Все. И вкладываем какой-нибудь файлик. Все, в принципе, довольно просто. Итак, на этом уроке мы с вами рассмотрели, как рассылать письма, используя Python. Делается это довольно просто. Используем эту библиотеку. Меняем ее под себя. Не забываем про логин, пароль и также SMTP-сервер. И все у вас должно заработать. И сможете рассылать очень много писем. Обратите внимание, что на многих SMTP-серверах есть ограничения от спамеров. Поэтому не переусердствуйте с этим. Потому что ваш аккаунт могут заблокировать. Там есть тайминги и разрешенное количество писем в час. Не превышайте этот предел. А также, если на ваши письма будут жаловаться, то ваш e-mail попадет в черный список. Поэтому используйте для рассылок свои отдельные, специально созданные e-mail адреса. Если вам нравятся такие уроки, вам нравится такой контент, то вы можете поддержать этот проект. Вы можете просто поделиться ссылкой на это видео в ваших социальных сетях. А можете поддержать материально. Специально для вас в описании к видео есть ссылка, перейдя по которой вы можете поддержать этот проект на любую сумму. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok